Привет, друзья! С вами снова я, Валда, и мы продолжаем прохождение GTA 5, хотя как сказать прохождение, скорее просто покатушки, веселье и развлечения в GTA 5. Но как бы то ни было, мы продолжаем играть Франклином. Давайте поглядим, что у нас осталось еще из заданий второстепенных для этого персонажа. Осталось, по-моему, далеко немногое. Тут можно купить какую-то недвижимость, или это уже купленное нами. А, это уже купленное, Los Santos Customs. Хорошо. Ну и вот, собственно, здесь у нас какие-то точки, так что поехали в этой серии, наверное, в город, наконец-то, выберемся. Хватит уже тут развлекаться с какими-то щелкнутыми людьми. То какая-то женщина была в прошлой серии совершенно безумная, то потом какой-то парень с этой гонкой, блин, на парашютах и на велосипедах. Это была жесть. Причем начало такое, говорит, подожди-ка, подожди меня, типа, когда я на парашюте быстренько приземнился. Не торопись, приятель. А потом он меня нифига не ждал. Пришлось поднажать. Но гоночка была веселая. Так, нужно какую-то машинку теперь найти более-менее нормальную. Но эти все, конечно, не особо меня устраивают. Разве что трактор, может быть. Так. Но на велике тоже далеко особо не уедешь, потому что просто выносливость кончится и начнет здоровье отниматься. Этот этап мы уже проходили с вами. Так, ну, что-то одни какие-то внедорожники и эти самые, и тягачи. Не хочу ни на том, ни на другом ездить. Я хочу на каком-нибудь легковом автомобиле. Ну, давайте, в принципе, на каком-нибудь старом маскулкаре. Почему бы и нет? Прокатимся. Блин, все-таки, во сколько я играю в GTA, во сколько я понимаю, во сколько Rockstar Games, какие же они молодцы. Какую они офигенно красивую и крутую игру создали. Вы только посмотрите. И главное, что на старом поколении консолей. Представляете, что будет, когда GTA портирует на новое поколение консолей и на ПК. Какой уровень детализации и графики будет там. Это же просто потрясающе, на самом деле. Тут-то уже просто пачка открывается от того, что мы увидим. Воу. Смотрите, что у нас такое здесь. Что это за красные точки? Давайте поглядим. Интересно. Офигеть, смотрите, все трупы, что ли? Ну, походу дела, да. Я там на стоящего звонил телефон, не знаю, надеюсь, будет не слышно на записи. Что происходит-то вообще? Офигеть, смотрите. Ладно, давайте оружие пособираем. Почему бы и нет? Да, собственно. Автоматы какие-то. Что вообще здесь случилось? Я просто в шоке. Кто-то там еще есть впереди. Давайте поглядим. Кто и где. Там тоже трупы. Жесть. А, вот смотрите, кто-то выживший, по-моему. Офигеть, вот это я понимаю. Вот это нормально. Только что было. Просто так, на ровном месте. 25 штук, как с куста. Это иди, гид, а чемоданчика. Ну, конечно. Так, я тебе и отошел. Так, давайте, наверное, какую-нибудь такую тачку возьмем. Я думаю, она покруче будет, чем наш старенький маскл-кар. О, это, по-моему, другое дело. Что-то типа автомобиля Тревора. О, да. Правда, перебит по крышке. Ну, черт. Ай, жесть. О, как... Какого? Кто? Тихо, тихо, тихо. Только встань, пожалуйста. Вставай быстрее, ну же. Твою мать. Офигеть. Я не думал, что за мной еще кто-то гнаться будет. Я думал, все. Взял чемоданчик и все окей. Блин, жесть. Даже машину перевернули. Ладно, а то мне переесть байк. В принципе, тоже неплохо. Поехали отсюда нафиг, короче. И смотрите, как много здесь парашютных точек теперь от пооткрывалось. Откуда можно прыгать с парашютом? Ну, в принципе, с удовольствием, наверное, может потом попрыгать как-нибудь, но... Ай-яй, но в другой раз. Но не сегодня. Так, Доминик прислал нам смс-ку. Чувак, жду тебя в аэропорту. У меня тут просто охренительная идея. Ну, окей. Жди. Да, появилась кнопочка Д на карте. Значок, точнее. То есть, в принципе, может быть потом к нему добраться, если успеем. Если не подохнем в этой серии по дороге. Жесть. Животные какие-то бешеные бегают. Давайте сразу ствол уберем, на всякий случай. А то, мало ли, люди не очень любят, когда просто так стволом разгуливаешь. Так, ну окей. Поехали дальше. Нам было нормально большую дорогу убиться. Доела уже по этим проселочным ездить. Конечно, живописно, но, блин, тут особо не разгонишься при всем желании. Все равно байк немного медленнее едет, чем по асфальту. Да и упороться и упасть можно на каждом повороте. Ну да, про что я, собственно, и говорю. Тихо, тихо. Держи равновесие, дружище. Все в порядке. Так, тут можно немножко сократить, наверное, расстояние. Вот сюда сразу поехать. Срезаем углы. Ну да. О, ну-ка, постой. Давай-ка мы твою телегу заберем. Ну постой, куда ты поехала-то? Барышня, я с тобой не закончил еще. Да, I'm so sorry, извини, пожалуйста, меня. Просто мне нужно твое транспортное средство, потому что оно на порядок быстрее. Блин, копы. Копы это нехорошо. Придется немного подождать, наверное. Черт. Черт, черт, черт. Поехали в горы. Ай-яй-яй. Ну давай же, давай-давай-давай. О, придурок. Да. Однако, смотрите, меня не видят. Эти тупые копы меня не видят. Удивительно. Дальше своего носа, видимо, они реально ничего не замечают. Ну, мне это только на руку. Потому что они проехали, теперь дорога свободна. Можем спокойно ехать дальше. Довольно много здесь диких животных, не находите? Так. Снова пора в горы. Там впереди снова копы. Вот так-то лучше. А заодно и срежем немного. Офигенно. Так, только главное, об камень не убить события. Ай-жесть, какая же это хреновина неустойчивая. Несмотря на то, что на ней четыре колеса, а не два, она... ...мотает ее просто на все 360 градусов. Пипец. Но, однако, довольно шустрая штучка. Смотрите, как быстро она едет. Ну что ж, от полиции мы смогли тем временем уйти. Все у нас хорошо. Чего-то радио только не играет. Ого. Так гораздо лучше. Отлично, просто супер. Даже не будет ее трогать. Сам виноват. Загляделся на радиоприемник. Так, ну что ж, поглядим, что у нас там за области поиск. Так, и впереди вот на этой карте были изображены зелененькие. Я, честно говоря, уже подзабыл. Я помню, что Тревора просили копаться в грязном белье знаменитостей. И там выискивать всякие разные... Нет, подождите, это как раз Франклина. Давайте просто вспомним. У нас был папарацци какой-то безумный, который фотографировал знаменитостей. И что-то там с ним можно было несколько заданий выполнять. Потом были старик-сторушка, которые просили различные вещи из коллекции знаменитостей. Будь то там чьи-то трусы там, или золотой зуб, как было в случае с гитаристом группы Love First. Помните, в одной из серий. Какие еще были чудаки? Что-то связанное с пришельцами, помните, было однажды. Да много кого было, но сейчас сразу не вспомнишь. В принципе, еще гадать. Давайте просто поедем-то посмотрим. Ехать осталось всего лишь два километра. В принципе, не так дом много. Может, сейчас будет виден въезд в город. Так я полагаю. Ну да, вон, собственно, впереди его что-то вырисовывается. Главное, что сегодня добрались без пробок. Обычно, помните, какие пробки на везде в город бывают? Просто жесткие. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо, спокойно. О-о-о, тихо. Ну да, конечно. Приехали. Блин, так можно умереть на самом деле. Опасно. Ладно, опять-таки не будем по кому стрелять. Конечно, очень хочется сейчас открыть огонь, но нет. Как-нибудь в другой раз. Поехали, с вами здесь. Немного срежем. А, хотя нам, по-моему, по этому мосту надо было, да? Поехать. Ну ладно, тут другой путь, ведь тут тоже есть, в принципе, какая разница. Наверное, можно и не по мосту. Ох, ты жестко так перестраиваешься, дружище. Можно проехаться, допустим, вот здесь. А вон там уже видна эта область поисков. На радаре. Твою мать. Да. Безаварийно проехать довольно трудно, конечно. На таком транспортном средстве. Ну, собственно, все, корысть приехали. Что мы здесь имеем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, нужно разыскать знакомого Беверли. Беверли, это, видимо, тот фотограф безумный. Ну, поехали, посмотрим. И в этой игре, в принципе, все практически безумные. Посмотрите, просто какие у психопата нам дают задания зачастую. Просто обалдеть можно. Так, ну ладно. Где-то ты должен быть здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да чтоб тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С крыши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправьте Беверли фотографию принцессы. Так, воспользуйтесь камерой телефона, чтобы сделать снимок. А что мне снимать-то нужно? Я не очень понимаю, подожди. Так, э-э-э... Сноб Мэттик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправить фото? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беверли. Отправка завершена. Что за фигня? Давай нормальную фотку. Ха-ха. Видимо, не канает. Подожди, а может быть, все-таки реально с крыши? Может, они не те люди? Может, те люди с другой стороны стоят во дворе? Так, ладненько, хорошо. Попробуем тогда. Давайте пробуем сюда забраться. Ну, прыгай. Франклин. Да что б тебя. О, молодец. Просто вообще... Аплодирую тебе стоя двумя руками. И ногами еще заодно. Ну, наконец-то. Так, хорошо. Давайте поглядим. А, ну вот, видимо, да. Отлично. Так, 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 так. Да какой нафиг интернет? Выйди, закрой, как-то закрыть. Спасибо. Фантастично. Я очень рада встречаться с подклассом. Я очень знакома в этом направлении. Что? Так я же его сделал, мать твою. Пипец. Ладно, это все были тупники, как и обычные фейлы. Сейчас все будет нормально. Теперь мы знаем, по крайней мере, что нужно фотографировать вообще, в принципе, хотя бы. И довольно быстро это сделаем. И знаем, где можно забраться на эту крышу. Надеюсь, что Франк он тупить не будет в этот раз, и сразу запрыгнет. Молодец, отлично. Так, сейчас у нас будет самое лучшее фото в мире. Замечательно, поехали. Отправить фото. Беверли. Шикарно, просто отпад. А теперь линяю оттуда. Понял, киваю. Дважды повторять мне не надо. Поехали. Ух ты. Блин. Ай, жесть. Тихо, 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 тихо. Зачем же так? По мне. Давай, давай, давай. Заводи свою колымагу, чертова. Так и знал, что ничем хорошим это не закончится. Так и знал, что профессия фотографа это дело опасное. Кажется, все, оторвался. Фу. Фу. Ну, чувак! Эта фотография — солидная голова! Это больше, чем климат-магазин! Представляйте, что-то хейнес-пунки! Ха-ха! Я буду речь! Ты не имеешь в виду, что мы? О, да, 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 да! Микаса, Тукаса, ты знаешь, я тебя познакомлю! Мне нужно купить это в письме! Ну, в принципе, это, наверное, весело, так что давайте посмотрим, далеко ли мы вообще оттуда находимся. Вообще-то диковато, нам, конечно, проще вот сюда добраться, наверное. Давайте так и поступим, пожалуй. Так, окей. Сменить пора нам эту колымагу, конечно, на что-нибудь более устойчивое на колесах. Ну, пока подходящего, к сожалению, я ничего не вижу. Тихо, тихо, тихо! Ооо! Ну, все! Примеком ват она улетела, собственно, туда и дорога, блин. Ну, вон нафиг его, давайте байк возьмем. Оооо, что-то фиг! Давай, пошел к черту. Теперь это мой байк. Так, ну хорошо, допустим, мы в области поиска. И что нам, конкретно, нужно тут делать? Ну? И че? Блин, друзья, я не знаю, я не знаю, как вы, я пока не понимаю, что от нас требовалось. Мы приехали в эту область поиска. Что теперь-то? Давайте посмотрим, покресим здесь. Тут явно ничего интересного не будет в этой стране. Как бы что хотят от нас, то что мы тут нашли. Ох, какая машинка. О, да. Вот это я понимаю. Офигенно. Ну и, собственно, раз то нам тут ничего не покажет особо, что от нас хотят, что от нас требуется, то, наверное, поехали отсюда нафиг. Может, это какая-нибудь второстепенная миссия. Знаете, как бы в Гитовая Сити садишь с такой фургончиком, и там раз, миссия с автажесиком начинается. Предположим. Ну, нет, по-моему, это просто обычный фургон. Старый, убогий, ржавый фургон. Не интересует, спасибо. Ладно, в общем-то не знаю, почему-то задание не включается, хотя мы вот оба заехали. Так что в топку поехали напрямки к Доминику в аэропорт. На такой машинке, я думаю, это будет одно удовольствие сделать. О, да. Открывай свои ворота. Ну. Молодец. Запускает, но никого не упускает. Прекрасно. Это было близко к царапине на корпусе, но нет. Так, ну и все, и полный вперед. Твою мать. Ладно. Будем считать, что ничего не было. О, да. Офигенно. Многие, наверняка, снова будут писать в комментариях, Валда, я почему-то не пользуюсь вот этой штукой, типа, читерским замедлением. Это же способность Франклина, там, нажми, типа, там, две кнопки одновременно и включишь ее, и проедешь любой светофор без аварий. Я уже пояснял в своем дисплейке по GTA, когда мы были, когда мы с вами проходили основную часть игры, потому что просто не любив все эти штучки, все эти примочки, мне, как старому доброму хардкорному геймеру, гораздо интереснее просто самому брать автомобили без всяких этих прибамбасов, типа, замедления времени. Потому что раньше в играх такого не было, и, на мой взгляд, игры были гораздо лучше в этом плане. Нафига все эти штуки придумали, я не понимаю. В принципе, я считаю, что игра была вполне очень даже хорошей и без этого замедления. Поэтому, в принципе, этой штукой я не пользуюсь особо. Хотя, конечно, не спорю, иногда она очень даже помогает. Ну, вот, допустим, наверное, сейчас на таком повороте я вряд ли бы смог в него нормально вписаться на скорости, на такой бешеный... Ну, мы, кстати, с вами приехали, по-моему. Я так полагаю, нам сюда. Я, кажется, уже знаю, тут будет гонка на этих долбанных квадроциклах. Я только что с него слез. Да-да-да, вот и я. Да-да-да, вот и я. Да-да-да, вот и я. Да-да-да, что мы здесь делаем? Ничего. Хорошо, немного, что мне помогает мне сделать ручку от тех мид-вестерных девушек, которые я встречу в интернете. Давайте проживем, что ты не так много пусси, и «вамос», как моя штука говорила. У-у-у, чтобы быть четвертым, я не расист. Я имею в виду, что, ironically, я, у-у, у-у, у меня есть черный парень, и, у-у, я даже не заметил, что ты был черный, или, что ты называешь, что ты называешь. Хорошо, давайте. Ну, даже такой же цвет. Желтый. В грузовой самолет. О, чёрт. О, чёрт. О, чёрт. О, чёрт. Офигеть. Мы реально сделаем. Пипец. Хе-хе-хе-хе. Жесть. Ну да. Типа того. Выведите. Свой квадроцикл из самолёта. Погнали! Это будет весело. Джерманева. Офигеть. Зона приземления. Не вижу. Жесть. Тихо, тихо, тихо. Что же он так мотает-то? Неважно. Офигеть. Офигеть. Твою же дивизию. Что-то подсказывает мне, что мы нифига не долетим. Посмотрите, как мы далеко. Хотя, хотя, как знать. Но он, наверное, приземлиться быстрее. Друзья, ты не имеешь в виду. Ты должен видеть меня вонлайн. Идеальное приземление. Ты чувствуешь это? Лайтнинг-болт. Взап! Ты живёшь! Ты знаешь, как это чувствует. Друзья, я знаю, как это чувствует, чтобы ездить от АТВ из-за длинного аэрплана. Друзья, как много это дешевле дешевле по секунду? Это relative, брат. Как долго мне дали деньги? Слушайте, ты выходи и ходить между дронами. Я буду на поверхности с бандами-банк-банк-банк-банк. Доминейтер, от! Ну ладно. Блин, для чего же круто было всё равно, а? Офигенно просто. Бронза, почему, интересно? Пикирующий бомбардировщик, крылатый. Что это вообще означает? Ладно. Нормально. Просто нет слов. Довольно прикольный такой комбинезончик, да? Не находите? В принципе, норм. Так, ну у нас, по сути, ничего больше не осталось, наверное, так понимаю, да? Может быть, разве что ещё одно здание Доминика появится позже. А пока, в принципе, на этом всё, пожалуй. Давайте-то дойдём до какого-нибудь места. Допустим, что-нибудь можно купить. Это же оно можно будет купить? Нет? Интересно. Амунация, один из девяти. Амунация продавится. Неплохо. Потому что времени немножко у нас осталось. И, пожалуй, будем дойдём до того места. Прикупим это место, если, конечно, можно его купить. И будем, пожалуй, заканчивать серию. А в следующем же, наверное, поиграем за Майкла. Потому что Тревора мы с вами все миссии второстепенно выполнили. Франклином, по сути, тоже остался последний у нас мой любимчик Майкл. В каких-то мы непонятных местах совершенно с вами оказались. Где совершенно никакой дороги нету. Нам куда-нибудь выйти на дорогу и уже найти какой-нибудь транспорт. Ну вот, что-то типа какой-то дорожки. А это что-то типа какого-то транспорта. Если, конечно, можно так сказать. Это же пипец полный. Чё, за мной эти уроды будут гнаться ещё? Из-за того, что нагнал их гольфмашинку? Пошли к чёрту, короче. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Отлично. Ну, 3 километра явно мы на такой машинке. Будем очень долго ехать. Поэтому нужно найти какую-нибудь другую более скоростную. Это же полный пипец, конечно. в комбинезоне этого самого чувака, который прыгает с парашютом. Ой, какая-то второстепенная миссия. Давайте лучше её выполним. Она явно будет веселее, чем покупка недвижимости. Так, друзья, я понял. Офигеть, да как так-то? Твою мать, а? Я думал, всё, сейчас, типа, убью их по-быстрому. Я просто думал до конца, что надеялся, что не будет никакой перестрелкой, чтобы зашиться всё базаром, что я просто с ними поговорю и там, типа, они скажут ладно, окей. Мы все поняли, мы уходим. Ну, нет. Это же GTA 5. Мать её. Обидно, надо уже на месте так подохнуть. Очень обидно. По своей собственной глупости. Ладно, окей. Минус 5 штук, но у нас с вами 19 миллионов, поэтому нам, в принципе, эти 5 тысяч для нас это просто ничто. Ну, и как обычно, никаких нормальных машин, одни какие-то старые развалины, на которых нам с вами не придётся ехать. Всё-таки пойдём, тратой недвижимости. Да-да-да, именно так. Сан-эм-э-бич. Лэйди. Жесть, какое корыто, просто офигеть. На таком я ещё, по-моему, не ездил в GTA. Просто какая-то развалина гнилая. Если бы я был владельцем этой машины, меня бы её угнали, я бы, в принципе, наверное, особо не расстроился. Наоборот, спасибо бы сказал похитителям на то, что избавили меня от лишнего груза. Смотрите, Доминик пишет опять, из карабкаса на крышу Мейсбанк по стене. Обогатился духовно. Лети сюда, поможешь подготовиться. Ох, блин. Вот это реально круто, на самом деле. Подготовиться к прыжку. Давайте, знаете, что-то что-то. Давайте, что-то доедем до Доминика. Начнём эту миссию уже в следующей серии. Потом сразу же поиграем Майклом. Вторая покупка недвижимости, пожалуй, отменяется. Планы в GTA меняются прям только в путь. Могутся, сказать, что-то ещё П появилось. Что за П? Миссия Беверли. Ага, понял. Следующая миссия для Беверли. Ну, может быть, тогда придётся ещё одну серию поиграть за Франклина. Видите, миссии ещё остались у него. Может быть, тогда Майклом поиграем позже. Но в любом случае, сейчас у нас время подходит к концу, поэтому поехали, просто доедем до того места и там, собственно, закончим. Щит! Волчаут. Ты пытаешься меня с тачки выкинуть? Я говорю, волчаут. То есть, типа, осторожно. Подожди-ка, стой. Я так просто это не оставлю. На. Сделай сальтуху. Так, 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 так. Стой, 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 стой. Блин. Такая машина была хорошая. Чтоб тебя. Ладно, поедем на фургончике. Супер. Привет. Привет, Уолтер. Старый знакомый просто проезжал. Ну, те, кто смотрит сериал, те поймут, о чем я. Блин, на таком, кажется, мы 5 км тоже будем довольно долго ехать. Жесть. Что-нибудь бы немного побыстрее. Что-нибудь в чем? Хотя бы на пару лошадиных сил больше, чем в этом карете. Ну, вот, в принципе, какая-то нет тоже дерьмовая машина. В этой деревне, по-моему, общий нормальных автомобилей практически не бывает. Если их удается встретить, то это большая редкость. А что у нас такое здесь? Аэропорт? Может быть, там какое-нибудь есть собственно воздушное транспортное средство? Было бы, наверное, неплохо, но делать у него только заезд. Хотя, не знаю, по-моему, скорее похоже на какую-то свалку самолетов. Но в любом случае, посмотреть, пожалуй, на Растовит, раз мы тут оказались поблизости. Вдруг что найдем? Так. Посмотрим, допустим, в ангарах. Ну, походу, дела нет. Че, ты меня фотографируешь? Слышь, деревенщин. Ух ты, ну еще ствол был. Ну, офигеть теперь. Он еще и не один, походу, дела. Судя по радару, там еще его приятели находятся, я же здесь. Пошел вон. Ну, в принципе, ладно, друзья, тогда, пожалуй, давайте, наверное, тут закончим. Собственно, добираться до Доминика будем уже в следующей серии, потому что время все-таки не резиновое, и нам пора прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить комментарии, подписываться на мой игровой канал и ставить большие пальцы вверх. Все как обычно, вы сами все знаете. А с вами был Валдай, это была игра GTA 5 на канале Epic Type. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok